В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток. Почему сегодня россияне живут в долг? Минэкономики заставят бизнес инвестировать. Новая льготная ипотека позволит купить только 19% квартир. Всемирный банк ждет рекордный за 80 лет рост экономики после рецессии. Эти и некоторые другие экономические новости мы с вами будем обозревать сегодня в очередном выпуске. Рад вас всех приветствовать. Всем бодрого начала дня, если вы меня смотрите утром. И давайте, собственно, начнем с обзора того, что у нас происходило. Я сейчас в поездке, нет возможности меня снять удобно, поэтому буду фотографии на вас смотреть. Надеюсь, это не помешает. Фондовый рынок. Российский фондовый рынок бьет рекордой, стремится вверх. Все новые и новые вершины пробивает. Поэтому те, у кого российские акции, я думаю, вы очень этому довольны. Хорошо зарабатываете. Просто по некоторым компаниям фантастические дивиденды идут. Сейчас вот как раз сезон выплат дивидендов. На эти дивиденды можно покупать новые акции. В общем, кто застал это ралли, я вас поздравляю. Напишите, кстати, в комментариях застали или прошло мимо вас. Нефть прет вверх и вместе с этим, естественно, крепчает рубль. Поскольку рубль в очень большой степени он обеспечен именно нефтью. Ну, не напрямую, а через налоги, которые получаются разного рода от продажи сырья. И доллар сейчас вот спускается все ниже и ниже. И в какой-то момент опустился ниже 72 рублей. И это было впервые с июля 2020 года. То есть до практически годовой минимум достигли. Правда, мы посмотрим, как дальше будет. Все-таки, насколько долгим будет вот этот рост цен на нефть. Биткоин, в свою очередь, подорожал на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре. Так что, но в целом, как видим из графика, он сейчас движется в боковом тренде. И все застыли в ожидании. Ну, куда же дальше обвал или сейчас пойдет восстановление. Совершенно разные мнения. Я думаю, верить никому не надо. И ждать, что кто-то может, как и с курсом доллара, допустим, ожидать, что кто-то может предсказать цены на нефть, которые в очень большой степени влияют на курс рубль-доллар. Ну, или предсказать санкции, которые тоже на это влияют. Это весьма бессмысленное занятие. Американский индекс также находится практически на максимуме. Но пока еще не пробил уверенно пик. Но, тем не менее, тоже в целом идет рост. Но вместе с этим, вот неприятная для нас новость, пошел и рост коронавируса в России. По крайней мере, согласно официальным данным. В мире, вроде бы, вот мы видим, такой волна ярко на спад пошла. А вот в России потихоньку начала расти. Особенно в Москве. В Москве вот даже заявили, что сейчас усилят контроль за ношением масок и перчаток. На власти Москвы решили усилить этот контроль. Будет привлечена полиция, сотрудники правительства, Роспотребнадзор. И особое внимание уделят торговым центрам, кафе, барам, ресторанам и верандам. И штраф для граждан 4-5 тысяч. А напомню, для ресторанов штраф запросто может быть и 300 и 500 тысяч. За одного пойманного без маски. И с одной стороны объясняют это заботой, естественно, о всех. А с другой, это хороший способ пополнить казну. Откуда взять деньги? А давайте-ка всех начнем массово штрафовать. Понятно, что с физлиц много не соберешь. А вот с юрлиц уже суммы серьезнее. Росстат оценил годовую инфляцию в мае в 6%. Мы видим, что Росстат каждый раз все больше и больше обновляет цифру официальной инфляции. И вот сейчас уже официальная инфляция выросла с 5%, которые пару месяцев назад нам говорили, до 6%. В основном много что дорожает. Но в большой степени это продукты питания и, например, стройматериалы. Отметьте, пожалуйста, вот интересно ваше мнение, где вы в большей степени заметили рост цен. Но, как мы знаем, Росстат в этом плане надо доверять большой. Ну, не то, что не доверять. Но понимать, что инфляция, которую показывает Росстат, она довольно далека от инфляции конкретного человека, который ходит в магазин. Потому что Росстат захватывает и считает еще много других, ну, скажем так, промышленных цен, еще некоторых параметров, которые не очень-то актуальны для обычного человека. И реальный рост цен существенно выше обычно у нас. А в Госдуме предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч рублей. Но это сейчас, ну, как я говорил, наверное, вы тоже обратили внимание, кстати, напишите, обратили или нет, что сейчас активизировались все депутатские фракции. Поскольку вскоре выборы в Госдуму, они пытаются, естественно, каждый побольше голосов набрать. Это будет определять дальше их весом в общей думе. И сейчас вот придумают кучу всяких инициатив. В частности, идея раздать деньги народу. Естественно, она, это такой популистский ход, который очень всем понравится, наверное. Большой вопрос к его реальной реализации. Но сейчас вот партия «Справедливая Россия» предложила для начала сделать ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Вот так. Поддержать тех, кто с детьми и рождаемся. Я согласен. У вас четверо детей плюс 40 тысяч рублей в месяц. Ну, это прекрасно. Пассивного-то дохода. Чтобы такой пассивный доход создать на недвижимости, это надо, допустим, сделать такую неплохую маленькую квартирку запустить. А это миллионы рублей. Миронов объяснил, вот тот же самый глава «Справедливая Россия», объяснил, почему граждане сегодня наши живут в долг. Только 20% выплачивают кредиты из своих доходов, заемщиков. И потому что, и многие россияне живут в долг, часто еще и берут в долг, чтобы оплатить прошлый долг. И связано это с тем, что у банков очень невыгодные условия потребительских займов. И с этим связано то, что, собственно, люди загнаны в долги. Но здесь, наверное, отчасти это так, но я считаю, что в гораздо большей степени и в существенной степени это ответственность людей, когда они, очень многие люди, совершенно бездумно берут кредиты. И вот эта финансовая неграмотность в плане кредитов, я считаю, это даже гораздо более важная проблема, с которой надо работать и просвещать людей через разные ресурсы. Ну, вот я делаю это на своем канале. Я считаю, плохие кредиты для граждан – это плохо. Да, государство заинтересовано в этом. Чем больше люди наберут кредитов, тем больше они потратят денег в стране. Ну, есть и там косвенные факторы, тем меньше у них внимания к каким-то негативным моментам. Просто все мысли о выживании. И это для государства одно, но для конкретного гражданина залезать в кредит в плохие долги, я считаю, лучше стараться всеми силами это избегать. Да, есть хорошие долги, но с ними надо уметь работать и этому надо учиться. То есть, когда ты берешь деньги на запуск какого-то актива, который приносит тебе денег больше, чем платежи по кредиту. Я так делаю, например, с доходными автомобилями, с недвижимостью, вот я за свою жизнь 18 ипотеку же брал, с займами некоторого рода. Но это, естественно, это повышенный риск, это более сложная история и, я думаю, не для начинающих. Минэкономразвитие продолжает радовать и теперь они решили заставить бизнес инвестировать. Не помочь ему, не простимулировать как-то положительно, а заставить. Инициатива пока на стадии идей, предложений и разработок, но глава Минэкономразвития заявил, что надо сделать факторы, стимулирующие какие-то налоговые послабления для тех, кто активно инвестирует в развитие бизнеса и дестимулирующий, то есть так, чтобы сделать дивиденды непривлекательными для бизнеса, чтобы компаниям было невыгодно платить дивиденды. Но, видимо, повышенные налоги, скорее всего, основной способ. Но, естественно, под шумок собрать больше денег и налогов. Хотя заявляет, что в первую очередь речь идет о компаниях, которые выводят значительные деньги в офшоры, но это в первую очередь, дальше во вторую очередь можно взяться за остальных. Хотя, естественно, я согласен с базовой идеей, что государство должно стремиться к тому, чтобы бизнес как можно больше инвестировал внутри страны. Только, на мой взгляд, это надо делать не через то, чтобы заставлять бизнес. Это так, мы вам сейчас так поднимем налоги, что хрен вы дивиденды себе заплатите. А через создание условий, делающих бизнес в стране привлекательным, чтобы не было страха, там, потери собственности, что у тебя отожмут бизнес, что на тебя наедут где-то АБ, пожарные санэпидемстанции, еще кто-то без, с каким-то формальным поводом. Ну, еще целый ряд судебной системы и целый ряд вещей, которые, к сожалению, у нас не меняются. А представитель SWIFT в России заявил, что страну не собираются отключать от системы SWIFT. Было много опасений на эту тему. Вот даже мне писали в комментариях Николая, что будет, если Россию отключат от SWIFT, этой системы банковских международных переводов. Но исполнительный директор ассоциации SWIFT, Российская национальная ассоциация SWIFT, Рос SWIFT, сказал, что это не собирается никто делать, это всем невыгодно. И Центральный банк тоже подтвердил, что не видит в этом больших рисков. Мудис, агентство, рейтинговое агентство, предрекло России стагнацию о государствлении и ужесточении санкций. Российская экономика остается зависимой от нефти и газа, имеет мало шансов на ускорение роста из-за демографических проблем, что в России вымирает население, слабости верховенства закона, высокая коррупция, геополитические трения с Западом, угроза санкций и, в общем, будет, по мнению Мудис, стагнация. Ну, то есть, такое вяло текущее движение вбок. И, на мой взгляд, это угасание. Это всегда, то есть, если ты не движешься вперед, ты угасаешь. Поскольку другие страны не стоят на месте, а движутся вперед, как правило. И, в то же время, Мудис отмечает из плюсов, что экономика России продемонстрировала устойчивость в коронавирусный кризис. Так что, вот так. Ну, напишите, Мудис – это одно дело, а не далеко. А как вы считаете, на ваш взгляд, в ближайшее время, стоит ли ожидать развития экономики страны, что у нас будет идти рост, и в целом все весьма неплохо? Или вы ожидаете, что вот сейчас будет такое, или, наоборот, все будет угасать? Или что-то около нуля. Ни туда, ни сюда. Просто будем болтаться на текущих позициях. Важная новость. Я и опасно, и предупрежу, обращу внимание всех. Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более, внимание, 3 миллиардов рублей большие деньги. Телефонные, именно телефонные мошенники. От 3,5 до 5 миллиардов в месяц. Средний чек операции 8 тысяч рублей. Я думаю, многие из вас сталкивались, когда вам раздается звонок, внимание, служба безопасности какого-нибудь там банка. Вы только что сделали операцию. Это вы, не вы. Ну и на вас начинают давить, и пытаются с вас там что-нибудь отжать у вас. Выявить, чтобы вы им назвали там номер карты, или пин-код, или вот эти три цифры CVC-код, или что-то еще. Будьте очень аккуратны, когда вам звонят, очень раз самые разные уловки. Сейчас злоумышленники стали разрабатывать более хитрые схемы, которые могут длиться 2-3 недели, что вам несколько раз будут звонить, что звонят, говорят, что это из полиции, из АБЭПа, из банка, из налоговой инспекции. Будьте очень аккуратны. Скорее всего, это мошенники. Если сомневаетесь, позвоните в банк. Скажите, так, стоп, откуда вы звоните? Давайте я сейчас туда наберу, и скорее всего, на этом разговор закончится. Словая льготная ипотека, которую объявил президент, что льготная ипотека продляется, позволит купить только 19% квартир. В чем загвоздка? Президент объявил, что ипотека-то продляется, но максимальная сумма до 3 миллионов рублей. А в 3 миллиона рублей в Москве вообще ничего не купить. В Подмосковье под эти цены попадают, то есть даже если первый взнос, допустим, 20%, то с первым взносом плюс 3 миллиона это только 12% в Подмосковье квартир, 5% в Санкт-Петербурге, в Казани 4%, то есть очень малый объем в крупных городах. Поэтому льготная ипотека, если она будет утверждена в таком виде, она, видимо, уже будет в очень малой степени касаться крупных городов. Госдума выдала шедевр. Сейчас объясню, почему. Госдума утвердила ипотечные каникулы для самозанятых. То есть теперь самозанятые, которые получают доход, ну вот как самозанятые, могут, если что, приостановить выплаты по ипотеке на срок до полугода. Внимание! Кто из вас самозанятых пытался получить ипотеку в банке? Банки сейчас самозанятых за людей не считают. Практически ни в каком банке невозможно, но очень сложно и крайне редкая ситуация, чтобы где-то можно было получить самозанятому сейчас ипотеку. И поэтому давать, да еще и Госдума, наверное, долго обсуждали закон, принимали там, президент подписывал и, ну или подпишет. Этот закон, ну в чем его смысл, когда в принципе самозанятый не может взять ипотеку сейчас. Может быть, конечно, в будущем что-то поменяется, и они это как бы шаг на будущее, но может быть. Хозяев квартир предлагают штрафовать за шумных арендаторов. Жилищный кодекс хотят дополнить новой статьей об обязанности собственников квартир следить, чтобы арендаторы их соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности и режим тишины. Механизм будет такой. Соседи жалуются хозяину. Хозяин должен повлиять на шумных жильцов. Если не происходит этого, квартиранты продолжают шуметь, то штраф за нарушение порядка получит хозяин. Вот такая идея. Как вы думаете, поможет ли это и в какой степени? Но безусловно, логика здесь есть и может быть это и в какой-то степени упростит жизнь и упростит борьбу с какими-то шумными соседями. 70% богатства России сконцентрировано у людей в возрасте от 50 до 70 лет. Это заявил в интервью Рубен Адварданян, бывший владелец стройки диалог, который долго работает над институтом наследования крупных состояний. Очень такой умный человек на рынке инвестирования. И это в общем-то понятно почему. Поскольку крупнейшие состояния у людей, эти люди как правило инвестируют, они понимают в инвестировании и постепенно их капиталы становится все больше и больше и к более старшему возрасту они уже весьма-весьма существенны. Здесь возраст имеет значение действительно. зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России. Мы эту новость обсуждали с вами. Теперь правительство определилось с размером налога. Мы тоже говорили с вами сейчас придумывают массу новых налогов, чтобы подоить корову побольше и больше денег хватило. Собрать государство, чтобы хватило на все их идеи. Зарубежные корпорации, в том числе маркетплейсы, будут платить процент из дохода, который они получают от российских пользователей. Например, Facebook должен будет отдать 3% с того, сколько компания заработала на платежах россиян и так далее. Так что это с точки зрения государства абсолютно разумно. Здесь я поддерживаю, что компании, которые зарабатывают на российских гражданах в русскоязычном пространстве, скорее всего, они должны как-то делиться этим налогом этой прибылью. Forbes назвал самые прибыльные компании России 2020 года. На первом месте Сургут Нефтегаз с огромной прибылью, в большой степени за счет роста курса доллара. У Сургут Нефтегаза огромная долларовая подушка на счетах. И они просто доллар вырос, они обогатились. Ну и еще целый ряд компаний. Можете посмотреть их список. Мы их выведем на экран. Всемирный банк ждет за 80 лет рекордный рост экономики после 80 лет. За последние 80 лет после текущей рецессии экономика будет расти примерно на 6 процентов. Лидеры будут США и Китай. У России пока, к сожалению, весьма скромные показатели. Где-то в 2-2,5 раза ниже роста, чем у других лидеров, по крайней мере. Сенат США одобрил план технического противостояния Китаю на 250 миллиардов долларов. И Америка продолжает бороться с Китаем, но бороться в промышленном сегменте на ниши производства чипов и телекоммуникационного оборудования. Вкладываются очень большие деньги. Также будут выделять деньги на чипы для автомобилей. Так что Америка и Китай сейчас находятся в великой бизнесовой войне. предпринимательской войне, потому что ну и вопрос кстати, кто кого обгонит, когда и как обгонит ли Китай Америку, пока лидер Америка по ВВП, но Китай стремительно приближается. Ну что же друзья, на этом на сегодня все. Всем хорошего бодрого дня энергичного. Надеюсь было полезно. Поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите ваши комментарии. Буду за это благодарен. Удачи!